Вы смотрите отзыв об отеле Василия Хоутел. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам Сандрей, который был в нем в 2016 году. Летел эгейскими авиалиниями. Все четко, обед в полете нормальный. Постоянно предлагали напитки соки, чай, кофе, белое и красное вино. Народос прилетели на 10 минут раньше расписания, в Москву на 25 минут, летели 3 часа 10 минут. Паспортный контроль прошел быстро. С багажом тоже не задержался. Том Ботис отработал очень достойно. Девушки на стойке в аэропорту и водители оказались знакомыми и меня узнали. Трансфер из аэропорта был через Фалераки и Калифию и составил примерно 80 минут. Заезжали в Эви, Вирджинию и Ден Рок, Ламинис. Я был последним. Гид ничем не грузил, чушь не нес, никого не запугивал и не водил в заблуждение. Обратно до аэропорта доехали минут за 20-25. С отельным гидом пообщался по телефону. Расположение. Расположением отеля я остался доволен. Отель Василия 2 звезды находится в городе Родос на оживленной улочке в 2 минутах от пляжа на Эгейском море. В 7-8 минутах от пляжа на Средиземном море. До автостанции ИТИ минут 12-14, до старого города и форта Мандраки минут 13-15. Рядом расположены отели Амасадор, Винос, Этина, Амарилис 2 звезды. До известных городских отелей Сити Миксис, Асперии, Алексия, Премьер и Ти 2-5 минут. В общем-то в этом районе отелей очень много, но далеко не все из них продаются нашими то, на прилегающих улочках в пределах 5 минут множество известных и не очень известных ресторанов, популярных у наших форумчан, Кукас, Никас, Тамам, Томас. В пределах двух минут от входа в отель можно купить все, что нужно для отдыха. Вечерами приятно окунуться в местную жизнь или пройтись по набережной. На первом этаже отеля Василия находится ресторан Александра. Вход на ресепшн отеля только через ресторан, что не совсем удобно, но не критично. Приличный бесплатный Wi-Fi не только на ресепшн и в ресторане, но и в номере. В этом же ресторане проходят завтраки, которые на удивление очень приличные, хотя и однообразные. Питание. Каждый день два вида напитков типа ЮПИ, молоко, несколько видов кофе и горячий шоколад из кофемашины, чай Липтон. Всегда есть омлет, жареный бекон, сосиски, вареные яйца, три вида мюсли, греческий йогурт. Меда нет, но есть микс из консервированных фруктов. Свежих фруктов нет. Всегда есть огурцы и помидоры, нарезанные для салата и оливковое масло. Есть джем, масло, несколько видов хлеба, кексов, круассонов и каких-то печенюшек. По одному виду сыра и ветчины. Можно сделать тосты. Территории у отеля нет. В отеле пять жилых этажей. На каждом этаже по девяти номеров, часть из которых используется для технических нужд. Номеры разные. У кого-то есть полноценные ванны и большие балконы, а кто-то довольствуется номером, похожим на мой. В зоне ресепшн находится барная стойка, сейфы и мини-библиотека. Четыре небольших диванчика размещены вокруг столика. Древний лифт унесет на один из этажей. Номер. Жил в номере номер 308 на третьем жилом этаже. Номер открывается электронным ключом. Крохотный балкончик, на котором еле помещаются два стула и стол. Прямой вид на соседний отель. Почему-то на балконах почти всегда сушилось белье из трачечной, но зато относительно тихо. Под окнами никто не ходит. Улица чуть в стороне и шум почти не долетал. Спал порой с открытым балконом. Размер комнаты вполне устроил. Большая кровать, два тумбочки, стол с зеркалом, кондиционер, 5 евро в сутки, если он нужен. Древний телевизор. Российских каналов нет. Шкаф, точнее ниша для одежды, без дверок. Сейф есть и в номере и на ресепшн. Телефон. Фен находится в комнате, но шнур дотянется в санузел. Освещение достаточное, но не яркое. Есть три розетки, но к одной подключен холодильник, в которое вполне входит несколько бутылок по 1,5 литра. Санузел маленький. Открытая дверь может стукнуть по унитазу. Небольшой душевой подон со шторкой могут показаться неудобными крупному человеку, но не мне. Зеркало с полкой, умывальник имеются в наличии. Есть шампунь в тюбиках и мыло. Мне их постоянно пополняли. Три полотенца на человека. Обслуживание понравилось. Хочется верить в то, что на него не повлияла информация гидов Туамботис, которые сказали, что я кто-то типа блогера и народосё далеко не первый раз. Все улыбались, здоровались. Возникла проблема со светом и ее решили за 10 минут. В ночь перед отъездом напоили кофе. Иногда оставлял на кровати по одному евро или доллару, которые остались после Египта. Постель меняли, перестилали. Из полотенец крутили лебедей и какие-то двусмысленные фигуры. Уборка каждый день. Под кровать не заглядывал. Обратно от отеля уезжал в 4.50 утра. Водитель Илья объяснил про стойки регистрации и сдачи багажа и где сделать возврат такс-фри. На регистрации простоял минут 40. На сдачи багажа и паспортном контроле по одной минуте. Дьюти-фри работал, но ценами не радовал. Ранний завтрак в самолете был очень скромным. Вернулся бы я в этот отель? Вполне возможно. Но таких отелей в Родосё очень много. В Василии я получил абсолютно то, на что рассчитывал. Чистоту, завтраки и тишину в своем номере. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады Вам помочь.